Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как активизировать работу общественности? Что может объединить людей и из чего рождается любовь к родине? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии Герой России, руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Станкевич. Здравствуйте, Игорь Валентинович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот в общем и целом, общественных организаций, объединений сегодня у общественности, какие задачи? Вот вы как представитель, активный очень общественник, как их видите? Ну, во-первых, по категориям надо определиться с организациями. Есть организации, которые связаны с защитой интересов каких-то категорий. Допустим, ветеранов военной службы. Есть инвалиды, объединяются. Есть по интересам, как клубы по интересам. Но уже создали хорошие организации. Эти организации имеют поддержку. Молодежные сегодня у нас очень развиты в Самаре. Каждая организация ведет какое-то направление. И зачастую они пересекаются. Ну, например, наша организация «Герои Отечества», она небольшая. У нас два героя Советского Союза, пять героев Российской Федерации, полную кавалеру Ордена Слава. Но вместе с нами все герои социалистического труда, семьи и так далее, и так далее. И мы, конечно, тесно работаем с ветеранскими организациями, участниками боевых действий и с молодежью. Совместно проводим мероприятия. Вот это переплетение возрастов, опыта и пересечения в какой-то интересной плоскости, например, памятные даты, на которых мы воспитываемся. Воспитывались мы, наши поколения, воспитываются сейчас молодежь. Это объединяет. И самое важное, что каждая организация решает социальные вопросы. Это принципиальный вопрос. То ли это защита, например, труженьки тыла, отстаивают какие-то свои интересы, законодательство, требуют изменений и так далее, повышение пенсионного, что-то и так далее. Это очень хорошо. То есть люди, объединившись, могут добиться. А какие механизмы есть у общественности, чтобы решать вот такие проблемы конкретные? Вот повышение, я не знаю, каких-то пособий, проблемы в сфере ЖКХ и так далее. Потому что никак без власти и других каких-то структур хозяйственных этого не сделать. На сегодняшний день в области создана целая система взаимодействия общественных организаций с органами власти. Существует Координационный совет при губернаторе Самарской области, объединяющий организации ветеранской направленности, то есть военной направленности. Инвалидные организации есть соответствующие. И, безусловно, вот этот Координационный совет, он обобщает какие-то проблемы и выносит на обсуждение. Но дальнейший путь, он становится другой. Есть Самарская губернская дума и при председателе Самарской губернской думе Викторе Федоровича Сазонову создан общественный совет. Вот здесь уже идет концентрация всех этих вопросов. Эти вопросы получают поддержку наших законодателей, депутатов губернской думы. И я скажу, что очень важным для Самарской области является широчайшая практика работы общественной палаты Самарской области. Вот она формируется полностью за счет общественных организаций. Понятно. Вот на днях вы встречались с такими заслуженными людьми и даже наградили военных. И там речь шла об объединении таких военно-патриотических организаций такого направления. Скажите, зачем это нужно? Объединяться, вот казалось бы, уже самодостаточным таким организациям. Представляете, человек закончил службу на флоте. Так. Он ушел оттуда в 20-23 года. С возрастом у него растут дети, появляются. Может быть, уже и внуки появятся. Он понимает, что был опыт жизненный. Этот жизненный опыт можно кому-то передать. Одному это сделать сложно. Когда появляется организация, всегда будет какое-то инициативное лицо. У нас Моряков, это Алексей Родионов, известный морпеховец. И мы знаем, что он готов в любой момент помочь, поддержать. Вот, ну, по сути, человек, который горит. Может быть, он не высокий профессионал в организационных. Может быть. Может быть, он не юрист. Но это человек, который... Я не о нем лично говорю. А именно организаторы этого действия всего, то есть руководители общественных организаций, они не безразличные, по сути, люди. Ведь можно отсидеться, дома побыть. А человек, его что-то все время беспокоит. Беспокоит общественники. Ну, общественники, одним словом. Потому что, да, потому что действительно настоящие, они активные. Если они и есть, эти общественники, тогда есть организация. В Самарской области несколько сот общественных организаций, которые ведут активнейшую жизнь. Они живут, в первую очередь, за счет своих руководителей. Да, ну давайте посмотрим сюжет с этой встречи и продолжим разговор. Грудь в медалях, ленты в якорях. Все они прошли морскими тропами армейской службы. А сегодня воспитывают новое поколение военнослужащих. Военно-патриотические организации объединяются в одну ассоциацию. Теперь они ставят другую боевую задачу. Сделать так, чтобы нынешнее поколение школьников было готово к службе. И сегодня им вручают юбилейные памятные знаки. Куйбышев – запасная столица. На организации много, у всех разные программы. А сегодня мы создали коррекционный совет, который объединил наши усилия для общей совместной работы. Потому что, смотрите, здесь сегодня на самом деле было не так много ветеранов. В основном были военнослужащие из запаса. И вот это все мы сегодня прививаем нашей подрастающей молодежи. Что есть ветераны, есть военнослужащие из запаса, которые готовы в любой момент защищать нашу родину. Подготовить молодежь к службе в армии – дело не менее важное, чем защищать морские окраины государства. От того, с каким настроением придет новое поколение солдат и офицеров, зависит его военная мощь. Самара, хотя и не морской, а речной город, но и в годы Великой Отечественной войны. И в наше время вносит большой вклад в укрепление обороноспособности страны, как на море, так и на суше. Ассоциация ветеранов военно-морского флота, ребят морской пехоты, безусловно, это является знаковым для Самарской области. Корабли и подводные водки с названием «Самара» других населенных пунктов бороздят просторы океана. И мы знаем, что по инициативе жителей Кенель, города Кенель, в ближайшее время один из кораблей Черноморского флота получит имя этого небольшого, но очень красивого города. Военный корабль «Кенель» получит также шефскую помощь и от города, и от области. И это будет еще одним подтверждением боевой славы нашего региона. Мы гордимся своей историей. У нас очень много таких знаковых, замечательных страниц в истории жизни страны, и военной, в частности, истории. Я хотела такой вопрос поднять, ведь сегодня совершенно уже другая молодежь. И вот трудно уже представить, что огромные исторические какие-то тома, кто-то сидит и читает. Как сегодня продвигается вот эта историческая, важная, ценная информация, доводится до молодежи, используется? И вот те пресловутые новые технологии, тот же интернет, какие-то сайты, может быть, новые создаются, чтобы все это вот в умах молодежи, в головах все-таки, чтобы они тоже понимали. Не только мы гордились нашим поколением, да, потому что мы ближе к этим событиям, а вот и новое тоже. Ну, безусловно, все это используется, и все организации, ну, основная масса организаций общественных, имеют свои либо сайты, либо пользуются общими сайтами. Например, в Самарской области есть при правительстве сайт Санко, самарских некоммерческих организаций, где каждая организация имеет право разместить свою информацию, что проводит, что делает, цели и задачи, опять же. И, кроме этого, каждая организация, как правило, к праздничным мероприятиям поднимает тему события, поднимает тему встреч с молодежью на фоне какого-то события. Ну, вот, допустим, у нас 31 июля будет День военно-морского флота. Безусловно, конечно, вот то награждение, которое мы сегодня с вами видели, было приурочено к Дню военно-морского флота, но ребята предложили провести заранее, чтобы праздник не превращался в награждение. Это достаточно здорово, тем более, что базой Стал-Ашков, который великолепный музей, традиции хорошие, почитают тех, кто ушел на воинскую службу. Ну, здорово, прошло такое классное мероприятие. И вот как раз ветеранские организации, когда они приходят в школу, общаются с молодежью, в институты, в техникум, они доводят ту информацию, которую, как правило, дети не знают. Они же не общались с участниками боевых действий. И слава богу, что не общались. Это очень хорошо, если не пришлось им. Но если они встретились с ним, они всегда запомнят. Они запомнят правду, которая прошла, которую человек услышал. И использование при этом средств массовой информации, создание фильмов. Ну, допустим, есть целая коллекция фильмов о героях. Великой Отечественной, современных. И в этом году наша организация взяла на себя ответственность сделать библиотеку фильмов о героях. Потому что их уже достаточно много. Вот у нас в сегодняшний день порядка 16 фильмов о героях различных времен. Именно героях Советского Союза, героях Российской Федерации. Более того, мы берем на себя ответственность в этом году, опять же, сделать аудиобиблиотеку. Для тех, кто имеет проблемы со зрением человека, он может поставить, услышать. Либо на каких-то мероприятиях это будет аудиокнига, история о каких-то героях. И более детально, если говорить, то в Верневомской организации Герои Отечества в течение трех лет выпущены три альманаха. Один из них рассказывает о героях Российской Федерации, нашей Самарской области. Второй о Первой мировой войне. И третий о героях социалистического труда. Это вот все слава нашей области. Так и есть. И другие делают так же. У всех есть возможность поучаствовать в истории нашего государства, создавая музеи, работая над увековечением памяти героев. Достаточно сказать, что такой живой пример. В 2014 году мы проводили День Героев Отечества и подводили итоги конкурса музеев школ, носящих имена героев или добивающихся имена героев. В Самарской области на 1 декабря 2014 года было 36 школ с именами героев. И нам тогда уже наши коллеги из Москвы говорят, как у вас много. А 1 декабря 2015 года было 116 школ, носящих имена героев. Понимаете, достаточно символично такой скачок. Но он с чем вызван? В течение нескольких лет различные организации. Я не говорю только о нашей геройской, а другие, и Афганистан, и ветераны боевых действий, и чернобыльцы. Все абсолютно занимались одним вопросом. Героизм — это что? Да. Ведь это не фамилия Иванов, Петров, Станкевич. Это подвиг, который вошел в века. Вот если так относиться, тогда мы воспитываем свою молодежь. Если мы будем забывать о подвиге, который совершен кем-то на войне в защиту Отечества, и не обязательно звание героя. Ведь мальчишки, которые вошли в Грозный 31 декабря 1994 года, наш полк, им было 18-20 лет. И героями-то не стали. Но о них все помнят, о них говорят. Потому что память, она есть память. Да, вот я вспомнила, пока вы говорили одну вашу фразу, которая мне буквально врезалась. Вы сказали, что на войне важно лучше не выстрелить. Не убить. Не убить. Да, действительно, вот эту всю философию показывает и войны, и мира. Вы знаете, сложилась служба так, что и Афганистан, и Чечня посещал другие горячие точки. Но вот, конечно, боевые действия в Чечне, это был такой мощнейший всплеск испытаний. И когда мы уже уезжали, наш первый шелон уходил, в вагоне стоим уже, вот отходим, станция Червленая, и стоит проводник. Он говорит, я вот каждый день ввожу кого-то вот отсюда, с района боевых действий, и привожу новых. Я говорю, ну, молодец, спасибо. Он говорит, знаешь, командир говорит, вот, я понял, что у вас главное. Я говорю, что главное не убить. Вот представьте, гражданский человек, я на него смотрю, думаю, вот, как же ты вот взял, и вот то, что я думаю, и сказал. Вот, очень важно сформулировать иногда вот такие вещи. Вы сегодня принесли такую брошюру, я опять же вот об этой исторической важной информации, о возможностях ее донести. Вот что это? И вы вообще, конечно, у вас знания истории есть, но вот как вы их расширяете? Есть ли истории, которые вас залуновали, удивили, или даже вот впечатлили, может быть, из нашей такой вот региональной? Да, из региональной. Ну, во-первых, если можно, я немного расскажу о том, как мы создавали, как вообще пришли к истории нашей Героевской Организации. Тяжелый момент нашей страны заключается, видите, и в стране такая позиция, она добывает. Вот был царь, новая власть пришла, царь плохой. Ну, да, это... Опять пришла новая власть. Обычно, да, это мы все переживали. И как-то вот сидишь и думаешь, ну, а как же так? Вот в то время при царе люди прорывали кровь, защищали Родину, воевали за нее, получали высшие награды, Георгиевский крест, в то время учрежденный был, Екатерина II. Сменились времена. Люди также защищали Родину, также заслужили высочайшую награду государства, звание Героя Советского Союза. Сменились времена. Но Родина осталась та же, и люди остались те же, они также воюют, защищают свою Родину. Появилось звание Героя Российской Федерации. И вот когда эту линейку построили, и начали смотреть, кто у нас был в импендаторской России, наши земляки. Удивительные вещи. После Великой Отечественной войны у нас есть фотография генерала Хижняк, генерала-лейтенант Хижняк, советский генерал, у которого куча орденов советских на левой стороне груди, а на правой четыре Георгиевского креста. Представляете, картина такая. И говорят, что Сталин там запрещался. Вот представьте себе, советский генерал и с такими наградами. Я уже не говорю про величайших полководцев, про историю Буденова, это отдельно, можно передачу делать. Но советское время, наши земляки, до сих пор жив у нас участник Великой Отечественной Чудайкин, Владимир Иванович, это уникум, это вообще легенда Самарской области. Прошло пройти ФЗУшникам 7 ноября 1941 года по площади Куйбышева, а закончить в Берлине. Наверное, это здорово. Когда начали смотреть по нашим землякам, героям Российской Федерации, опять же, поисковая работа, у нас на 2014 год было 15 героев Российской Федерации, мы просто не знали их. Ну, знаем, перечисляем и все. А когда провели поисковую работу, ориентируйтесь, 48 человек, представляете, 48, из них 18 уроженцы Самарской области. То есть мы просто не знали, что они наши земляки. И я приведу сейчас пример, который для меня, вот, вот, примеры, да, истории, уникальный. В 88-й школе учился такой мальчик Гена Анашкин. Он закончил 150-ю школу, ушел в десантный училищ, служить, ну, служба шла в десантные войска. И вот 2008-й год, когда Грузия напала на Южную Осетию, когда был уничтожен наш миротворческий батальон и так далее. И через несколько дней мы смотрим по телевидению, что российские войска дошли до города Гори. То есть это такой, ну, вообще, факт уникальный, да? Так вот, команду этим отрядом Гена Анашкин, наш земляк, сегодня уже генерал-майор, герой Российской Федерации, а мы о нем, ну, не знали. Вот это открытие. И когда вот эта сформулировалась идея о том, что есть подвиг, есть высшие награды, люди, которые его совершили, вы знаете, мы с различными партиями эту тему обсуждали. У нас нет споров. Да, конечно, должно что-то объединять. И в одной партии нет вопроса по защите Отечества. И, конечно, ярким для нас было событие подготовка к 100-летию начала Первой мировой войны. Мы подготовили альманах, в котором включены события, как мы отмечали, как готовились. И вот так сложилось, это, наверное, случайно, что мы 31 июля будем отмечать День военно-морского флота, а 1 августа, от начала Первой мировой войны. И когда готовили альманах по Первой мировой войне, сделали раздел «Самарские георгиевские кавалеры». Это те, кто награждены высшим воинским орденом Георгия Победоносца. И первым здесь у нас помещены священники, священнослужители. Иеромонах Антоний, он наш земляк, служил на флоте офицером в последующем возрасте и перешел в флотский чин священника. В годы Первой мировой войны он вместе с кораблем погиб под Севастополем. Интересная история, она позволяет. Но когда читаешь, ты просто понимаешь силу духа и какие люди нас воспитывали. Они же нам создали наше будущее. Этот священник, который первый был в годы мировой войны награжден орденом Георгия Победоносца, первый из всех русских священников, этим орденом награжден. Вот он как раз и ковал нашу память историческую, наши гены формировал. И спасибо вам за то, что вы эту информацию доносите. Есть люди, которые собирают, не один же человек работает, есть целая группа. Вот в свое время еще Михаил Лермонтов написал роман «Герои нашего времени», который, кстати, тоже связан с Кавказом. И в советское время было такое понятие «Герои нашего времени», как популяризировалось. У меня вот такой вопрос к вам. Сегодня героями нашего времени, на ваш взгляд, вот кто является? Кого мы можем назвать героями? Наше такое мирное, хотя сложное время. Людей не безразличных. Да. В первую очередь. Вот вчера задавали вопрос мне о том, что нужно сделать человеку для того, чтобы достичь каких-то высот в армии и так далее. Его надо уметь жертвовать собой. Но это не жизнью жертвовать, временем своим. Да ладно. Какими-то благами. Да. Надо шире просто посмотреть. Тем, что ты можешь там уйти, допустим, домой пораньше, но ты задержался и сделал какую-то работу. Что ты нашел время и встретился, ну, ветеран, допустим. Встретился с мальчишками, которым интересно слушать твой рассказ. Дети, которые увлекаются историей, которые пишут сочинения о наших войнах. Ведь целая плеяда мальчишек и девчонок в Самарской области выросла за последние, ну, лет 10, наверное, 15 на том, что их привлекают к истории. Им рассказывают правду о нашей истории. Она не всегда простая, она не всегда ровная, но только правду. Да. И когда он садится и пишет сочинение о чем-то, это уже другой ребенок. Я глубоко благодарен учителям шестой школы, которые учили моего сына младшего. И учительница пригласила его написать работу о своем отце, обо мне. Я не знал об этом, но вдруг мне супруга говорит, так и так, вот, помоги ему собрать. Я говорю, зачем обо мне писать? Я тут работаю главой района, мне это неудобно даже перед людьми. Говорит, ну, помоги. Ну, начали собирать материал. Мальчишка изменился даже. Когда он узнал, какие деды у него, какие прадеды есть. Вот этот момент, он сильно повлиял. И сегодня я говорю спасибо тем, кто этим занимается. Всем учителям, всем. Ну, у патриотизма и вообще такого сложного, многогранного понятия, как любовь к родине, есть не только военно-патриотическое управление. Конечно. Но есть и абсолютно другое, с которым я недавно только познакомилась, когда к нам в студию пришел такой организатор фестиваля, уличного кино. Он сказал, есть такое понятие, как бытовой патриотизм. Скажите, вот вы с этим сталкивались? И вообще, что это такое? Потому что при общении, при каких-то исследованиях и статистике наталкиваешься на то, что большинство проблем у нас связано с жилищно-коммунальным хозяйством, с каким-то бытом. Вот люди решают сегодня вот такие проблемы в большинстве своими. И вот такое понятие бытовой патриотизм. От этого тоже нельзя на это тоже закрывать глаза, потому что это наша жизнь. Вот с этим вы как-то работаете? Я целиком согласен, молодец, тем более он сформулировал правильно. Бытовой патриотизм. Ведь говоря о родине, о чем-то высоком, мы все равно живем в своем доме, в своем подъезде, встречаемся с какими-то земляками, ну кто-то там проводит мероприятия какие-то. И если человек с уважением относится к тем, кто живет с ним рядом, это уже... Это сложно, как сложно. Это уже хорошо. А если он еще делает так, чтобы родной двор стал лучше, чтобы люди стали как-то по-другому относиться, если он показывает положительные вещи свои, сам показывает или, ну возьмем средства массовой информации, ведь не секрет 90-е годы, если вспомнил, ну у нас начало 90-х это расцвет достаточно желтой прессы, так скажем, был. Ну вскрывать нечего. И постепенно, постепенно вот эта болезнь государства нашего, прошла. Да, всем нужно переболеть. Ведь на сегодняшний день мы можем смело сказать, что государство болело, реально, сильно болело. И оно вот сейчас выровняется, потому что не случайно Владимир Владимирович сказал, у нас есть одна идея, патриотизм. Вот пусть вот уровень будет нижним, как мы говорим, бытовой, как бытовой, очень хорошее выражение. Бытовой быт, это тоже патриотизм. И человек, который с чувством, собственно, достоинства говорит о том, что он сделал рядом с собой, он не менее достоин, чем тот, кто, ну не знаю, там в космосе был или еще что-то совершал. Строил ракеты наши. Вот, вы знаете, меня очень удивило, насколько дети в сельской местности, иногда говорят вещи, которые мне сложно было бы даже сформулировать. В 2014 году мы подводили итоги конкурса музея и школ, носящие имена героев, и девочка рассказывала о особенностях их Кеннер-Черкасского района. Я сидел, заслушался. Вот настолько люди могут щепетильно отнестись к отношениям между друг другом, настолько это ровно закладывает детям положительные качества, что только можно порадоваться. Это очень здорово. И здесь мы знаем, как у нас гордятся люди, работая на заводе, своим заводом. Это же прекрасно, это же, ну как еще можно не говорить, что это настоящий патриотизм. А у вас не складывается такого ощущения, что в нашем обществе все-таки люди разобщены? Ну вот говорят, что сегодня вы как-то разъединенные все, сами по себе разобщенные, или нас что-то все-таки объединяет? Вот от чего мы можем оттолкнуться? Потому что до сих пор нет у нас как-то своей национальной идеи, которая бы тоже объединяла. Что нас сегодня объединяет? Что еще нужно сделать, чтобы стать как-то сплоченнее все-таки? Или у вас нет такого ощущения разобщенности? Я можно скажу немножко крамольную, наверное, для вас вещь. Людей не надо заставлять объединяться. Нет, я, кстати, с этим полностью согласна. Если мы будем их строить, то это будет только негатив. Это первое. Второе. Люди сами хотят общения. Вот мне очень нравится, как сегодня работают в социальной сфере работники, когда человек в возрасте учится работать на компьютере. Понимаете? Да. Ведь это же здорово. Его же подтянули, да? У него развивается другое мышление, он становится молодым человеком. И объединяет его что-то. Вот люди все равно объединяются с трудом. Вот как бы мы ни хотели. Можно рассказывать все, что угодно, там, великие идеи, но если человек вместе что-то не делает, ну, как Макаренко говорил, совместная работа детей формирует коллектив. То есть вот здесь то же самое. То будет. Но, конечно же, я считаю, что лидеры государства обязаны давать пример и показывать, что мы имеем перед собой. Какова Россия сегодня. Лидер региона должен показывать пример и говорить, что сегодня мы добиваемся раз, два, три. И, кстати, у нас есть, что показать сегодня. Я могу вам сказать, что у меня друзья приезжали несколько лет назад и так с тихим непониманием относились к проблемам Самары. Некоторым говорю, великолепная набережная, супер, просто, ну, вот, ну, как это можно вообще не любить? Тут вообще все здорово, такие парки. Но содержите вы их, извините, по-другому. У нас бы, допустим, там. Сегодня мы говорим, что у нас и это есть, и содержим, и у нас подход другой, потому что сменилась философия содержания города. Можно ругать там чиновников, их надо ругать, кстати. Ну, я по себе знаю. Чиновников надо ругать. Да, вы как бы чиновник, глава Ленинского района. Да, я прошу этот этап и знаю, что чем ругают, человек начинает шевелиться. Но принципиально отношение к своему месту, месту бытия, оно уже определяет нашу жизнь. Если мы сегодня говорим, что изменения, происходящие в городе Самаре, в области, их уже скрыть невозможно, они существуют. Вот как водитель, зубы скрипят, еду по московскому, но. Я же жду, когда это закончится развязка, что это будет сквозное движение, это будет красиво. Это, ну, скажем так, надо отдать должное людям, которые, ну, губернатору Самарской области, что втянуты средства колоссальные в Самарскую область. Николай Меркушкин решил эту задачу, средства. Теперь осталось их правильно использовать и получить результат. Мы его видим. Посмотрите, есть чем гордиться. А если нам есть чем гордиться, это нас объединяет. Ну да, хорошее объединяет, чувство, да, 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 чувство, такое достоинство. Вот, может быть, такое немножко не из Самарской области, не из России, в Великобритании существует понятие «мы». Язык. У них в языке умный, мы, и они. У них все делится на «мы» и «они». Да. Мы — это «мы», а они — это уже как бы немножко другие. Если там чуть шире круг, то-то, то-то. Наверное, это не очень здорово с точки зрения нашей философии. Как бы мы говорим, нет, мы должны объединиться все вместе. Но, когда они сидят, допустим, у себя в доме, они говорят, что надо сделать дома то-то, то-то, то-то. Там надо привести в порядок, сделать, там, мы добиваются этого. Посмотрели, у соседа лучше, еще будут лучше делать. Вот у нас сегодня, прийдет на так, мы знаем, что в Казани лучше, чем у нас было. Сейчас мы будем делать, чтобы у нас было лучше, чтобы они нам завидовали. Да, ну это, конечно, очень хорошая была бы точка. Но у нас есть еще буквально минутка. Я хотела вас спросить. Наверное, вот праздники, вот чувство достоинства и армия, кстати, объединяются. Потому что все, кто служил в армии, они потом все равно как-то находят друг друга и объединяются. И в армии тоже. Вот предстоящий праздник, день ВМФ. Я знаю, что вы посвящены там в детали празднования. Думаю, что нужно можно и поздравить, и рассказать, что это будет за праздник, и пригласить даже. С 19 века идет выражение, у России есть два союзника, армия и флот. Вот. То есть это неизменный. Ну вот день ВМФ мы будем отмечать 31 июля. С удовольствием приглашаю всех самарцев на набережную, на четвертую очередь, где будут проходить эти мероприятия. Начнутся они в 11 часов уже официальные действия, в течение получаса подготовительная программа. Потом, как уже четвертый год, это будет проводиться реконструкция военных сражений Второй Великой Отечественной войны. А керманский десант, это связано с входом в Днестр, другими реками Запада уже, отсечением фашистской Германии от румынских нефтяных месторождений. Я думаю, будет очень интересно, тем более в этом году, надо сказать, мы планируем, что будет и парад кораблей, как положено на день ВМФ. Ну, конечно, не крейсеры, не авианосцы, но это наши корабли, которые в нашей реке будут идти, по нашей Волге. Семь кораблей готовятся, я думаю, это будет красивое зрелище. После прохода они встанут на рейде, и все будет происходить на фоне этих кораблей, украшенных флагами. Мы вчера пригласили всех желающих, также кто, у кого есть суда, встать на рейде, то есть создать такую картину живую. Ну, а само действие, это, конечно же, участие ветеранов ВМФ, морской пехоты, концертная программа большая, и, безусловно, каша для наших зрителей. Ну, кстати, если можно, я добавлю, у нас с этим же не заканчивается, 31-го у нас программа, в воскресенье, это связано с Днем ВМФ, как всегда, большие гуляния. Самара уже действительно подтверждает свое звание морской территории такой, да, потому что это здорово. Ребята как раз объединились, общественники, это они же создали. Это создали они, пришли в партию Единой России, и три года назад провели первую реконструкцию морского сооружения в Тольятти. По 10-12 тысяч человек собираются, а 2-го числа у нас будет проходить День ВДВ. Да, это вот как раз все события рядом. 31-е, 1-е, 2-е августа, очень много мероприятий. Спасибо вам за то, что вы делаете, всего хорошего. Спасибо и вам за внимание, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»